привет прогрессивные друзья это истинный исследователь сейчас хочу рассказать небольшое сравнение нектафонов сделать sony 712 олимпус 670 здесь я поставил его проверить тест времени формат выбрал mpeg 3 320 килобит и сколько времени он проработает в них обоих установлены аккумуляторы никель металл гидридные 800 миллиампер и по времени по качеству они нормальные сопоставимые и аккумуляторы и устройства этот выключился подох через семь часов 7 часов 27 минут записала это видео работает круто вообще молодец ну кому это важно если кто-то записывает по полчаса по часу вам это безразлично кому важно так вот получается такой момент хотел отметить сделаю отдельно описание этих устройств ну давайте тогда уж и сравнилась быстрого что хорошего плохого есть чехольчик есть у sony тряпочный такой нормальный мне нравится есть кожаный чехольчик он тоже ничего только посолить не конечно немножко ну ладно это не критично качество записываем здесь лучше здесь направленные есть микрофон здесь немножко шумы шипения почему-то возникает даже если близко разговариваешь качество когда слушаешь здесь sony лучше прям звучок мне понравился здесь такой мне показался простенький звучок поводу управления похожие есть только не за на удерживаясь записи можно мониторинг включить здесь тоже как-то здесь включишь и мониторинг получается можно прослушивать например как дальше пустить куда-то на записи как микрофон это устройство использую здесь тоже можно но как-то и неудобно надо включать запись потом опять держать паузу вот эта река или что-то так что еще интересного ну по времени работы вы видите просто несравнимо то есть sony не стоит вообще заниматься всем подряд нужно было выбрать какой-то отрасли и них стать специалистами где люди видите занимаются кто фонами олимпуса ней хорошо делают он слишком очень много моделей там одни других дублируют куча серий не очень смысла в этом вижу очень много моделей и фотики неблохие олимпус но тоже там например объективы не очень не нравится видно для съемки видео в олимпусе был пм2 какой-то так продукция да такая короче качественная но все-таки они немножко им тоже надо шевелиться они плохо внедряют всякие вай фай там управление передачу беспроводных другие вообще даже не могут сделать диктофоны такие отсталые страны всякие россии и украины есть хотя бы люди что-то делают ну вот на этом что ж вроде все сравнение закончим а ну и вот видите такой блестящий сделан само исполнение кому как нравится конечно мне не очень блестящий нравится больно такой матовый пластик нравится и он видите записывает еще до сих пор 15 часов когда он остановится вообще не знаю записывает и записывает да конечно я купил но лучше наверно было бы купить немножко подороже который может подключать xlr микрофоны и запись сделать 24 битном формате это иногда нужно что-то более качественно записать вообще можно его место микрофонов каких-то там типа студийных профессиональных использователя интернета вполне качество хватит ну такой-то глаза попался памятью них по моему обоих по 8 гигабайт есть расширение а в sony удаление шума но искут сильно коверкает голосом я понимаю что всегда долине шума голос затрагивает но тут он такой становится вообще как в бочке водянистый есть все-таки какие-то алгоритмы получше не очень мне это понравилось на этом все пока ребята сделаю обзоры отдельно каждого диктофона вот все то речь к силу сами вам если нужно выбирайте уже конкретно от задачи все они хорошие и это хороший если вам понемножку надо записывать если по времени больше это то есть все зависит от задачи и кому-то и этот излишен будет на телефон можно записывать прекрасно например в том же леново как у меня работает диктофона микрофон неплохой этому просто существует не плохих хороших существует под задачу ну и конечно те кто концентрируется только на звуковом оборудовании они естественно лучше делают всем пока друзья был истинный следователь сравнений диктофонов Sony ICD-SX712 Olympus DM670